Самое главное, чтобы люди наконец-то поняли, что нет нас и нет их. Если так это будет звучать, это будет нормально. Пока так не получается. А скажите, почему половина страны думает совсем по-другому? Почему? А тут по-другому. Исторически. Исторически запугали, наверное. Вы читали книжки. Ну кого здесь в Карькове запугали? Прочитайте книжку Иван Багряный. Это украинский писатель, школьная программа. Прочитайте книжку, как в здании СБУ на 12 метрах квадратных сидело 36 человек. И ночью переворачивались по очереди. Это Иван Багряный. Это ваш, как бы, наш, как бы, он с Сахтырки. Я украинский не учил, я... Учитель. Нет, украинский язык в школе вы говорили. Здесь очень много украинских писателей в Карькове было. Самое интересное, вот сегодня, почему, я считаю, события, которые произошли на площади восстания, они показали очень много. Во-первых, даже наша милиция, она, по-своему, мне кажется, ну, я верю в это, она обалдела, когда увидела, кого она охраняет. Когда эти тетушки за ихними спинами в этих обычных людей, не в активистов, не в кого-то, а просто в обычных людей. Нападали на них, кидали, провоцировали, обзывали магов. Что людям, ну, мне кажется, люди задумались. Хотя бы, как минимум, задумались, что, может, нету их, нету этого какого-то врага, которого нам яро навязывают эти бандеровцы. Все эти бандеровцы не было. Всегда вот это вот... Про бандеровцы можно сказать? Вот у нас основные журналисты. Говорите, у меня тоже будет на итоге. 10 лет партизанский, как бы, рук, который, как бы, нигде никогда не так существовал, как бы этот партизанский рук. 10 лет существовал. Партизаны не могут существовать без поддержки народа. Народ поддерживал, как бы, бандеровцев. Да? Какое здесь дело, как бы, до бандеровцев, скажите? Там люди их поддерживают, они их защищали. Так правильно, нет, так хорошо. Правильно? Но смотрите, об этом же идет речь. Вы говорите, какое дело здесь до бандеровцев. Но с другой стороны, какое дело там тогда, вот, жителям западных областей, до того, что делается здесь, да? Но если мы выходим на 9 мая, это наше право. Да. Согласны? Да. Там же, допустим, харьковчане не приезжают в тот же самый Львов. Вы смотрели фильм «Неизвестный 40-й». На государственном уровне вот делается определенные вещи. Но вы помните, когда на 9 мая 2011 год, подождите, во Львове, на Поклонной горе, когда приехали ветераны с красными флагами и возложить венки памятники. Зачем туда ехать? Помните, что там было? Нет, минуточку. Но они же в Украине. Украина же у нас пока не федеративная. Вы согласны, что этих ветеранов привезли с Одессы? Они имеют право с Одессы приехать во Львов. Имеют. Мы их привезли. Звезли. Это провокация. Можно я? Да. Да, я извиняюсь. Дело в том, что есть же разные люди, понимаете. Есть понятное дело и с той стороны, и с двух фронтов идет какая-то пропаганда. Часто идет пропаганда. Даже самый обычный принцип «разделяй власть». Разделяй власть. Ну, люди разные бывают, как бы. Одни, типа, верят в том, что, типа, бендерцы у них тут хлебы воюют, и они на лишний раз водку не могут купить. Другие, там, верят в то, что, там, коммуняки, там, именно, насилуют их детей, пока те спят. Ну, понимаете, идиотизм человечества, он, к сожалению, не имеет ни расы, ни, там, каких-то ничего. Просто люди, идиоты, ну, вот, которые, вот, ведутся на это, я считаю. Это тупо провокация, и провокация, как бы, со стороны власти. Почему? Вот сейчас мы видим… Идиоти, и не плохо про ИСРА. История. С 17 по 39 год. Да. Всю Украину здесь поставили на колени. Конечно. В школах нам никогда не рассказывали. У меня у бабушки умерли четверо детей. Ребят, ребята, было несколько разных периодов. Период укранизации, который начинался здесь, в Харькове, был? Да. В советское время. Ну, был или нет, скажите? Спасибо. Спасибо большое. Ребята, спасибо. Спасибо большое, президент. Спасибо. Я, если хотите… Если хотите, давайте мы контакты не можем отменяться.